Очень часто я вижу, как мои соперники используют паутину неправильно, а именно они используют ее вот так вот, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Для себя я отметил, для того, чтобы летать на паутине, обязательно нужно держать клавишу автобега вперед именно пальцем, не просто нажать и отпустить, а держать именно пальцем и свайпнуть по иконке паутины вверх-вниз, таким образом вы подлетите намного выше, что даст вам больше обзоров при болете. Многие до сих пор спорят на тему того, можно ли припаутиниться к холодному оружию. Да, друзья, можно подбросить любое холодное оружие вверх и при помощи паутины подлететь к нему. Используя паутину, ты с легкостью можешь попасть на маяк, что дает тебе дополнительное преимущество перед соперниками. Во-первых, ты можешь здесь упасть, отлежаться, захилиться, переждать пару зон, но если того требует ситуации, ты можешь взять оружие в руки и начинать раздавать хедшоты всем соперникам, которые находятся на мосту. Также, если тебе нужно забраться чуточку-чуточку повыше, ты можешь перепаркуриться на дом и уже вести огонь по мосту непосредственно с дома, если того требует опять-таки ситуация. Либо же ты можешь перепаркуриться на самый верх маяка для того, чтобы получить чуть более обзора. Также, с самой верхушки маяка мы можем перепаркуриться непосредственно на вот этот камень, который находится у нас в воде. И отсюда, отсюда у нас открывается нереальный вид, во-первых, на вот этот вот участок Эрангеля, а во-вторых, я думаю, что соперники с малой долей вероятности ожидают кого-то здесь увидеть. Каким же разочарованием для меня стало то, что большинство не может выбраться из маяка. Ребята, вы что, для того, чтобы из него выбраться, достаточно просто пустить паутину на крышу соседнего дома и таким образом вы без проблем выберетесь из маяка. Практически в каждом обновлении разработчики облегчают нам возможность попадания на музей. В обновлении 1.8 и в режиме Человека-паука сделать это максимально просто. Все, что вам нужно сделать, это пустить паутину на лицо музею и тем самым подняться на самый верх. Отсюда вы можете разваливать врагов на 360 градусов, а также, ребят, если вам нужно запаркуриться, вы можете сделать это на углу здания, тем самым вы запаркуритесь на самый-самый верх, где открывается еще больше возможностей для войны с соперником. Ну а если вам нужно просто засейвиться, вы всегда можете использовать самолет, который находится внутри музея. Все, что вам нужно сделать, это упасть на него, лечь и тем самым переждать пару зон. Ну а если внутри находятся соперники, советую вам переключиться на первое лицо и уже от первого лица закрыть сквад, который находился в средине. Ну и куда же без самой-самой имбовой позиции на военной базе Сосновка, а именно крыши завода. Ребят, отсюда открывается максимально удобный вид для того, чтобы вести перестрелку с телевышкой, либо же с вышкой. Также открывается вид на практически-практически 360 градусов, куда вы сможете разваливать своих соперников, тем самым отправляя их в лобби. Ребят, но все-таки я рекомендую использовать данную нычку для того, чтобы лечь, захилиться и переждать зону, если ты качаешь ранг. Если же ты решил попайтиться, то естественно с данной крыши ты можешь пайтиться как с обчагами, так и с тарелкой и с телевышкой. Но если этой позиции для тебя мало, ты можешь перепаркуриться на соседнюю крышу, как это было в режиме Сила Рун. Отсюда у тебя уже естественно появляется небольшое прикрытие в виде труб и обзорчик становится чуточку-чуточку больше. Не забывай о том, что ты можешь перепаркуриться также на крышу, которая находится около телевышки, для того, чтобы возможно если здесь соперник будет бегать по земле, то без проблем можешь с боковым наклоном отправить его непосредственно в лобби. Но если же ты качаешь завик, то я думаю самой имбовой нычкой станет как раз таки одна из этих труб. Как часто, просто напиши как часто даже вот в режиме с паутиной ты поднимаешься сюда, для того, чтобы проверить, а не сидит ли какой-то чел в трубе. Поэтому я думаю, что это одна из самых имбовых вообще нычек на всей карте Орангель в обновлении 1.8. Магазины с оружием уже стали неотъемлемой частью игры PUBG Mobile. Именно за вот эти монеты в обновлении 1.8 ты можешь покупать оружие в магазинах, которые отмечены тележкой на карте. В данных магазинах имеется широкий ассортимент обвесов и оружия, начиная от компенсатора и заканчивая АВМ. Водонапорная вышка между рожком и школой стала неотъемлемой позицией в последних обновлениях. Отсюда открывается очень и очень крутой вид на школу, на общаге, если у вас есть, конечно же, снайперская винтовка. Также можно вести огонь по рожку, но если данной локации вам мало, вы всегда можете запаркуриться на маленькую синюю вышку и уже с нее подняться на водонапорную башню повыше. Оттуда вам открывается чуть более обзора для того, чтобы вести файт как школой, так с общагами и с рожком, ну и естественно для того, чтобы просто застать врасплох соперников, которые приехали, возможно, на аирдроп, который упал здесь неподалеку. Как ты знаешь, при падении с высоты, если вовремя использовать паутину, ты не потеряешь ни капли хп. Поэтому глупо было бы не использовать данный лайфхак, если ты случайно выпал из транспорта. Просто используй паутину и ты не потеряешь ни капли хп. Также небольшой челлендж, используя прошлый лайфхак для тех, кто снимает видео в ТикТок или Инстаграм. Вы можете подняться на данную гору, выпрыгнуть из мотоцикла, взять оружие в руки, развалить своего соперника и при помощи паутины притянуть себя к земле, при этом не потеряв ни капли хп. Если у тебя такое получилось, обязательно отмечай меня в ТикТок или Инстаграм. Я думаю, ни для кого не секрет, что с выходом режима Человек-паук в игре PUBG Mobile мы с легкостью можем пролетать мост на паутине. Но для некоторых игроков все так же остается секретом очень и очень крутая нычка под мостом, которую я тебе сейчас и покажу. Мы можем, используя паутину, запаркуриться за одну из этих балок. И поверьте мне, здесь вас уж точно никто не найдет. А если даже и найдут, то сюда нужно запаркуриться как-то, либо же подплывать на лодке. Ну, это очень неудобно для соперника, но все-таки склоняюсь к тому, что вас здесь ребятки попросту не найдут. Вы же можете использовать данную нычку для того, чтобы отстреливать соперников, либо же просто лечь, захилиться, переждать пару зон и тем самым прокачать свой ранг. Ребят, на мой взгляд, это одна из самых крутых нычек на данный момент для того, чтобы пережидать зону, потому что, ну, убить вас здесь будет сложновато. Каким образом ее будешь использовать ты, напиши в комментариях. На территории военной базы Сосновка также имеется водонапорная вышка, с которой можно застать противников врасплох. Отсюда вы можете вести файт по РЛС, общагам, пустышкам, да и на все 360 градусов, потому что данная водонапорная башня позволяет вам это сделать. Также для того, чтобы подняться чуть выше, вы можете просто запаркуриться на бочке и уже с них запаркуриться непосредственно на самый верх водонапорной башни. Отсюда вам откроется чуть более обзора, но все-таки здесь вы становитесь более уязвимым, поэтому как использовать данную нычку решать только вам. Давненько у нас не было возможности забраться на кран, который находится в Новорепном. Я припоминаю данную возможность тогда, когда у нас был режим Сила Рун, но естественно с выходом режима Человек-паук мы сможем забраться на кран без особых проблем. Причем мы можем забраться не только на первый уровень, но естественно на второй, на третий и на максимально высокий. Для того, чтобы забраться чуть выше, нам нужно спрыгнуть на контейнеры и уже с контейнеров забраться на уровень выше. Отсюда нам открывается абсолютно весь вид на Новорепное, с которого мы можем разваливать соперников налево и направо, а также забрасывать их гранатами и либо же коктейлями молотова. Также я рекомендую использовать данную нычку для того, чтобы просто засейвиться и переждать пару зон, ребят. Если этой высоты тебе мало, ты можешь запаркуриться вот сюда, после этого перепаркуриться еще раз и на третий раз уже запаркуриться на уровень выше. Возможно есть какие-то варианты попроще, но я использую именно этот и отсюда опять-таки, ребятки, у нас очень обалденный вид для того, чтобы разваливать соперников. И также у нас есть укрытие, за которым мы сможем скрыться. Также у нас есть возможность теперь максимально, просто максимально высоко подняться на данный кран. Я еще не припомню ни одного режима, чтобы мы смогли подняться настолько высоко, как это сделал сейчас я. Опять-таки, опять-таки повторюсь, отсюда ты можешь как вести огонь, так и просто переждать пару зон, захилиться. Как ты будешь использовать данную нычку, решать тебе, но напиши об этом в комментариях. И есть, конечно же, возможность, как подняться на самый-самый верх. Для этого нам отсюда нужно на паутине перепаркуриться назад и отсюда уже забраться на самый-самый верх. Если бы противники тебя увидели здесь, я думаю, они бы просто обалдели. Бочки. Бочки, друзья, либо же сферы. Каждая команда называет данную локацию по-разному, мы называем своей командой бочки. Как называете эти штуки вы, напишите, пожалуйста, в комментарии. Их много кто недооценивает, но с выходом обновления 1.8 у вас есть возможность, как вести огонь по общагам, так же и укрыться от огня, который будет идти по вам в ответ. Так же отсюда ты можешь паркуриться с бочки на бочку для того, чтобы запутать своего противника максимально и, естественно, для того, чтобы подобрать себе максимально выгодную позицию. Отсюда ты можешь валить завод, вышку, а так же общаги. С выходом режима Человек-паук в игре PUBG Mobile возможность попасть на бассейн стала как никогда проще. Но, если раньше мы использовали бассейн для того, чтобы переждать несколько зон, перехилить соперников и продолжать свой бой, либо же падали прямиком с самолета на крышу бассейна и ждали зоны, то в этот раз, ребят, все так просто не получится. Нам придется в любом случае отстреливаться от соперников, потому что многие знают и прекрасно понимают о том, что кто-то может находиться как раз-таки на крыше бассейна. Но все-таки позиция топовая. Одной из моих любимых нычек на военной базе Сосновка является именно данная пустышка, потому что отсюда очень круто можно вести файт с общагами, с тарелкой, с телевышкой, а также встречать типов, которые забегают в большой завод для того, чтобы забрать коробку Человека-паука себе. Я уверен, что ты с легкостью сможешь отправить их прямиком в лобби с данной пустышки. В режиме Человека-паука как никогда легко можно забраться на мост, друзья, и отсюда уже, естественно, закрыть пару нубов, которые кемперят мост и ничего не подозревают. Вы можете развалить их как с холодного оружия, так и с метательного, то есть бросать в них гранаты, коктейли молотого и также сковородки. Согласитесь, это одна из самых имбовых позиций на карте Ирангель, которая только может быть, и поэтому попытайтесь использовать ее как можно раньше, потому что чем раньше вы ее используете, тем меньше людей о ней знают. Для того, чтобы спуститься с моста и не потерять КП, вам достаточно прыгнуть и пустить паутину куда-нибудь. Для любителей покрысить у нас также имеется норочка, которая находится в перемычке. Для того, чтобы мышке попасть в норку, нам достаточно, используя паутину, запаркуриться на самую высокую полку. Здесь вы можете взять оружие и встречать соперников, которые забегают в данную дверь, либо же в соседнюю. Согласитесь, это будет самое неожиданное место, в котором прятался ваш соперник. Если бы я здесь кого-то увидел, ребят, но я бы просто не ожидал его там увидеть и меня бы изрядно бомбануло. Также вы можете перемещаться между этими стеллажами. Все, что вам нужно сделать, используя паутину, паркуриться на тот или иной этаж и встречать соперников, которые попросту забегают в дверь. Также, также ты можешь встать на этот козырек и здесь вообще открывается ну просто нереальная позиция, если соперник забегает под тобой. И ты с легкостью сможешь перепаркуриться на соседний козырек и также встречать соперников, которые забегают под тобой. Настало время поговорить о вышках, которые расположены в Новорепном, а также Георгополе. Я уверен, если ты займешь позицию вот здесь, то твой соперник не будет тебя искать изначально здесь. Он будет смотреть по всему периметру вышки, но никак не здесь, потому что он не ожидает увидеть тебя именно здесь. Но, если тебе эта позиция кажется не очень удачной, ты можешь использовать паутину и забраться немножко повыше. Оттуда, естественно, у тебя обзор сужается, но ты все так же сможешь здесь захилиться и отстреливать соперников. На мой взгляд, одна из самых лучших нычек в Новорепном и Георгополе на данный момент. Какая любимая нычка в Георгополе и Новорепном у тебя? Напиши в комментариях. Не забывайте использовать контейнера, которые расставлены по всей территории военной базы Сосновка. Отсюда вы сможете застать противника врасплок, а также, в прямом смысле слова, поднять свой бой на новый уровень, потому что вы все таки сможете занять новую высоту для себя. Также вы можете перепрокуриваться с пустышки в пустышку, как будто играя в игру «Пол – это лава». Субтитры создавал DimaTorzok